Разграбленные и сожжённые до тла деревни, невинно уничтоженные жители, включая стариков и детей. В результате бесчеловечной карательной операции, развязанной гитлеровцами и их пособниками, на белорусской земле пострадали более 9 тысяч населённых пунктов. С 2021 года прокуратура Беларуси расследует уголовное дело по факту геноцида населения страны. Это важная для всего белорусского народа миссия, которая не позволит обесценить историческую правду. В Генеральной прокуратуре расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа. Устанавливаются места, которые ранее были неизвестны, проводятся раскопки. В настоящее время, например, проводятся раскопки в Ивановском районе. Сохранение памяти – это очень важно для нашей молодёжи. Кто помнит о своей истории, о тех жертвах, которые были, тот имеет будущее. Чтобы донести это до молодого поколения, показать уродство и несправедливость геноцида, ценность и важность мира, прокуратурой Брестской области и управлением по образованию Брестского облсполкома был организован конкурс «Память поколений». В наше время, в современных реалиях, когда многие стремятся переписать историю, показать нашему молодому поколению, что всё было не так, интерпретировать события Великой Отечественной войны, очень важно сохранять историческую память, показывать и рассказывать молодому поколению историческую правду. И, наверное, для современных школьников, современной молодёжи важно не только изучить учебники, пособия по истории, но, наверное, самим лично соприкоснуться с историей, с живыми свидетелями той войны. И данный проект способствовал тому, чтобы ребята сами напрямую соприкоснулись с историей, с теми людьми, которые стали свидетелями фашистских зверств. Вместе с ребятами, которые участвовали в нашем проекте, мы изучали результаты уголовного дела, посмотрели, какие новые места и захоронения были установлены в их регионах, что было установлено для того, чтобы почтить память тех, кто у нас погиб. Участники проекта, учащиеся в учреждении образования Брестской области, написали об этом 67 исследовательских работ, 41 в номинации «Бессрока давности» и 26 в номинации «Не гаснет памяти свеча». Из них жюри выбрало 35 лучших, а их авторов, как победители конкурса, пригласили на торжественное награждение. На территории домашнего сельского света произошло сразу две большие трагедии. В 1942 году в сентябре совсем небольшим разрывом – это расстрел домашнего гетто оккупантами и их пособниками, а также расстрел домашнего детского дома вместе с воспитательницей Полиной Грохольской. Очень смешанные чувства, потому что одновременно вызывает и ужас от того, что сколько событий жестоких происходило на моей родине, сколько всего страшного на самом деле совершили люди по отношению друг к другу, а в основном это были дети, сколько детей пострадало. У нас этот проект занял очень много времени. Мы готовились, мы работали на этот проект, сидели даже ночами в школе, чтобы его закончить. Мы поднимали архивы, школьные архивы, просили усилий совета нашего архивы. Мы смотрели, мы читали, мы слушали показания очевидцев тех времен, чтобы поподробнее узнать о тех страшных событиях. Наш проект в первую очередь посвящен памяти о Великой Отечественной войне, в первую очередь о подвиге, который совершил наш великий народ в это непростое время. Было очень интересно, и мы каждый раз при изучении какого-то нового документа, при изучении нового героя, новой личности иногда плакали. Участники проекта действительно не просто выступили как исследователи, но проникли с темой своих работ и пропустили эти события через свои сердца. Каждый из финалистов получил заслуженные награды, но главное, что эти ребята вынесли бесценные знания, которые теперь бережно будут хранить в своём сердце и передавать своим потомкам. Продолжение следует...